Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале POP-MUSIC, меня зовут Дмитрий, и сегодня у нас урок, посвящённый технике Up-Down. На предыдущем уроке мы с вами прошли основы техники Slab, и сегодня мы пойдём дальше. Сегодня мы будем изучать технику Up-Down, которая является, по сути, более прогрессивным вариантом техники Slab. И эту технику развил до каких-то космических высот знаменитый американский бас-гитарист Виктор Вутон. Хотя хочу заметить, что до него уже Up-Down эпизодически применяли некоторые басисты, например, Маркус Миллер, но Виктор Вутон вывел эту технику на передний план и начал исполнять сольные произведения на бас-гитаре при помощи этой техники, такие как, например, его знаменитое произведение Classical Thumb. Итак, при технике Up-Down у нас большой палец работает примерно так же, как и медиатор. Значит, при классическом Slab мы ударяем большим пальцем по струне, и при Up-Down, когда мы делаем обратное вращательное движение кистью в исходное положение, мы также большим пальцем цепляем струну. Существует несколько основных секретов правильной постановки правой руки для того, чтобы добиться хорошего звучания и правильной техники Up-Down. Значит, во-первых, большой палец должен быть параллельно струне, то есть не вот так, не вот так, а параллельно струне, просто иначе вы потом не подцепите струну большим пальцем. Второй момент, это при ударе большим пальцем по струне у нас большой палец приземляется как бы на следующую струну, то есть он не отскакивает, а он приземляется, и вот на следующей струне у нас ждёт, так сказать, пока вы захотите сделать обратное вращательное движение, чтобы сделать подцеп. Просто если вы сыграете и сделаете отскок, то, соответственно, вы уже не сможете подцепить струну, момент будет упущен. Поэтому ударили, большой палец приземлился на струну, и делаем вращательное движение обратное и цепляем. То есть подцеп происходит вот этой вот частью большого пальца, вот этим вот, ну скажем так, внешним углом большого пальца. Вращение руки, движение руки у нас происходит только за счёт вращения кисти. Существуют две основные ошибки. Кто-то, значит, держит руку прямо и двигает только пальцем. Вот таким вот образом. Это грубейшая ошибка. Вы не сможете контролировать своё движение, потому что мышц в самом пальце очень мало у нас, они слабые, и вы не сможете просто им двигать с нужной амплитудой, с нужной скоростью, да, и играть качественно, и там быстро, и красиво. Поэтому у нас только вращение руки. Вот. И вторая ошибка, это когда вместо вращения кисти начинают двигать всей рукой, да, вот так вот. Опять-таки это грубейшее нарушение, грубейшая ошибка, потому что при движении всей руки вы не сможете контролировать и точно попадать по нужной струне, вот. Потому что это слишком много мышц задействовано в таком движении и слишком много... слишком много движения. Всегда при игре на инструменте нужно для того, чтобы добиться более точной и более качественной техники, нужно минимизировать движение. Поэтому вращение кисти это то, за чем вы должны следить. Вот. Всё должно быть естественно. Повернули кисть, ударили, палец приземлился на струну, и в обратном движении вращения как раз-таки подцепили, и... ну и собственно вот весь цикл завершён. Удар, подцеп, удар, подцеп. Собственно, отсюда и название приёма, да? Up, down, up, down, подцеп, удар, подцеп, удар. Ещё один очень важный момент, это куда именно бить, в какую часть. Я рекомендую бить как раз-таки вот в то самое место, где заканчивается гриф. Кто-то играет вот здесь, кто-то играет вот здесь, но как мне кажется, место вот окончания грифа это самое оптимальное место. Почему? Потому что когда вы бьёте, например, вот здесь, над предпоследним ладом, палец недостаточно глубоко проваливается для того, чтобы сделать качественный подцеп. Просто плоскость грифа и высота струн над грифом, как правило, не очень большая, и поэтому ну просто вот сделать этот подцеп тяжеловато. Когда вы здесь играете, датчик может вам помешать и тоже как-то стеснять движение пальца. Поэтому наиболее оптимальное движение пальца вот как раз вот в таком положении. Ему ничего не мешает и получается хороший качественный звук. Теперь о том, как отрабатывать этот приём. Я рекомендую отрабатывать этот приём при помощи гаммы. Я вообще люблю всё отрабатывать на примерах гамм, потому что это просто очень удобно. Вот у нас гамма до мажор, которую все наверняка знаете. Вот, и мы просто берём и играем гамму вот этим приёмом по две ноты на каждую ноту гаммы. То есть полный цикл у нас удар подцеп нота до, удар подцеп нота ре, ну и так далее. То есть должна получиться вот такая вот картина. Ну и чтобы не оставлять самую тонкую струну без внимания, можно продолжить гамму до мажор вверх до ноты фа. Вот, отрабатывать этот приём я рекомендую таким вот образом. Обязательно под метроном и в медленном темпе. В первую очередь вы должны добиться хорошего качественного звука, должны добиться качественного подцепа большим пальцем на каждой из этих струн. Если, например, у вас получается на струне ми, но не очень получается на струне ля, позанимайтесь сначала медленно отдельно на этой струне на одной ноте, и потом уже переходите к остальным струнам. И в идеале гамма должна прозвучать целиком слитно и качественно исполнено этим приёмом. Вот, и хочу единственное отметить, что при игре на самой тонкой струне, на струне соль, есть небольшая особенность. Поскольку у нас уже нет более тонких струн, при игре апдауном у нас большой палец приземляется прямо на деку. И, собственно говоря, вместо того, чтобы приземляться на более тонкую струну, как при игре на всех остальных, он приземляется на деку. Ну и смысл, в принципе, абсолютно такой же, как при игре по всем остальным струнам. Единственное, что конструктивно некоторые бас-гитары могут иметь очень большую высоту между декой и струнами, как, например, вот варвики, и там играть на самой тонкой струне тяжеловато апдауном. Но вот, скажем, на фендерах, на джаз-басах высота очень маленькая, и там играть очень комфортно. Но здесь уже вопрос конструкции вашего инструмента. Но, тем не менее, всё играбельно, и всё достаточно просто. Теперь, когда вы освоили этот приём апдаун, обязательно нужно его соединить с исполнением подцепа и научиться играть знаменитые вутоновские триоли. Значит, как это играется? Вот у нас есть один цикл вращения руки, кисти нашей правой руки. То есть мы ударили, мы при обратном движении подцепили струну, и здесь мы добавляем ещё подцеп. При обратном движении кисти мы цепляем не только большим пальцем нашу струну, и вот октаву её, октаву вот этой вот низкой ноты, в данном случае нота ми, мы цепляем также нашим указательным пальцем и делаем классический слэповый подцеп. То есть получается мы ударяем по струне, потом при обратном движении вращения кисти мы цепляем сначала большим пальцем, и потом ещё указательным октаву этой ноты. Получается вот такая вот штука. Вот это и есть знаменитые вутоновские триоли. Всё также достаточно естественно. Если вы поймали и поставили правильное движение вращения кисти руки, то у вас должно всё это получиться очень естественно. Отрабатывать этот приём также можно ногами до мажор, расположив, например, все ноты гаммы на одной струне, на струне ля, вот таким вот образом. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. И играть вот эти вот триоли, собственно, по нотам этой гаммы от до до до, вдоль одной струны. Вот таким вот образом. Отрабатывать также медленно под метроном, следить за правильным движением. Если движение у вас правильное, то у вас должно всё легко и качественно получиться. Сам этот приём UpDown и вутоновская триоль являются абсолютно такими фундаментальными базовыми элементами, на которых строится очень много клёвых фишек. Но чтобы эти фишки освоить, нужно освоить, естественно, вот эти вот базовые элементы. Поэтому желаю вам всем удачи! Дерзайте, занимайтесь! О более крутых, более интересных фишках я расскажу в следующих уроках. Эта техника является уникальной... Блин... Мысль потеряла. Показал, можно начать. Показал всему и показал всё. Давай здесь же. Откуда мысль? Сейчас я сначала подумал. А ладно. Очень важный... Давай остановимся сейчас. А, ну давай. Просто я только хочу послушать, как это всё звучит, потому что...